Еще одна попытка все исправить. В ходе второго выездного совещания в Керчье глава республики Сергей Аксенов лично взял на контроль наболевшие проблемы местных жителей. Некоторые из них годами беспокоили и все еще беспокоят. Какие скелеты в шкафу вскрылись на очередном выезде правительственного десанта? Давайте проанализируем. Вода вся стоит прямо под домом. И вот если мы присмотримся, мы увидим, что вода потихонечку прет прямо уже из-под фундамента. Больше 10 лет Татьяна Александровская борется с подтоплением подвала. Она живет на первом этаже многоквартирного дома по улице Еременко, 43. Все везде сыро. Даже летом, даже вот сейчас, если мы возьмем, посмотрите, какая мокрота. Я обращалась к Сергею Валерьевичу, и он обратился к нашей администрации. Сказал, что нужно до того, как будет сделан план и проведено осушение, нужно что-то еще придумать. Но никто ничего не придумывает. Решили, что если они поставили насос, на этом все ограничивается. Некоторые работы возле дома уже провели. Их результат жильцы пока не заметили. Приезжали из водоканала, копали, обкопали вокруг. Создали видимость работы. Место, где она поступает, не нашли. И найти, и никто его не ищет. Вода только прибывает, и насос ее откачивает. С проблемой этого дома и других ознакомился лично глава республики. Сколько затопленных сегодня подвалов? На данный момент у нас регулярно затапливается 6 подвалов. Откачка ведется регулярно. Причина? Причина выявлена. По всем подвалам, кроме Еременко-43, по тем подвалам денежные средства будут доведены до воды Крыма до 1 июня. И необходимо им где-то ориентировочно 2 месяца. Это 23 миллиона, то есть совершенно верно. На следующей неделе сессия, то есть вы получите 23 миллиона, я же как сказал. В доме по улице Еременко провели лабораторный анализ. Вода природная. Бороться придется серьезно. Чтобы решить проблему, понадобится 3 месяца. Будет 100% решение, я помогу городу, здесь мы найдем ресурс. То есть 100% техническое заключение специалистов, чтобы они сказали, идем таким путем. Нам самое основное, чтобы было решение, потому что 10 лет мы бьемся по этому вопросу. Вот еще раз через 2 недели приезжаем, параллельно будем заслушивать регулярно. Вот даже сейчас не переживайте, мы не слезем сейчас с этой темы. Сергей Аксенов поручил местной администрации до 1 сентября устранить все проблемы подтопленных подвалов в городе. Также керчане обратили внимание главы республики на работу общественного транспорта. Иногда бывают двое, но в последнее время было частенько. Троллейбус желательно почаще. Вы сами понимаете, булочки стоят, видно за километр, они просто проскользнут мимо остановки. Перевозчики не соблюдают график движения автобусов, игнорируют остановки, не желают перевозить пенсионеров. Правила работы водителей должны быть в транспорте, но прочитать их невозможно. Можно что-нибудь увидеть? Нет, конечно. Наши бабушки и дедушки ничего не делают. Им хоть читай, хоть не читай. На решение городских проблем глава Крыма дал администрации Керчи две недели. Я сейчас зашел на второй круг. Мы в июне вместе начинаем сельхоз районы, пройдем их буквально все за два месяца и потом выйду на третий круг. То есть так или иначе, то есть все, кто не выполняет взятые на себя обязательства, ну, коллеги, будут приняты очень жесткие решения. Сегодня уволен замглава администрации, начальник управления, начальник МУПа, Керчжилл сервис. Ну, просто на самом деле, то есть вопросы элементарные, не стоящие в единого яйца. Ну, так нельзя в конце концов, ну, а слышать друг друга, все понятно, есть вопросы, которые невозможно решить. Но поверьте, люди сами слышат, абсолютно нормально настроены. Главное, ну, если люди понимают, что органы власти вникают в проблему, в деталях разбираются, и даже если невозможно решить, но сделаны все меры, какие можно было, которые были в распоряжении власти, были приняты, люди с пониманием к этому относятся. Результаты работы оценят на следующем совещании. Аксенов не исключил новых кадровых изменений.